Говори, Татьяна, доброе утро. Татьяна, доброе утро. Уже 12 августа, совсем скоро у нас заработает вот такая мобильная галерея Кругосветка. Рассказывайте подробности, откуда появилась идея вообще создания ее. Кругосветка «Мир глазами аборигенов». Идея создания, ну, давно у меня витала в мыслях. Долгими путями шла я к этому проекту и, наконец, пришла. Фишка проекта в том, что на наших выставках вы не увидите профессиональных фотографов. Фотографов, которые занимаются фотографией на коммерческой основе. Наши фотографы – это такие же обычные люди, как и мы, которые любят фотографировать и любят свою страну. И хотят делиться своей страной, своей историей, культурой и прочими прекрасными местами. Это именно аборигены, которые запечатляют нетуристические маршруты. Они заглядывают во все уголочки, которые знают только они. И, соответственно, вот эти вот именно уголочки колоритной Грузии первой выставки мы представим на фото-выставке уже 12 августа. Как я понимаю, здесь фишка еще в том, что это мобильная история. То есть она будет перемещаться. Расскажите вот про это подробнее. Сколько она в Красноярске будет и куда ее путь дальше будет держать? Да, стартуем мы 12 августа в Красноярске. Выставка будет на трех локациях. Это ландшафтный парк «Сады мечты». Далее мы переезжаем в Центральный парк Горького. Потом переезжаем уже в осень в Дом кино. Выставка продлится до 24 сентября. Далее мы стартуем в Новосибирск и в Томск. Ну и по сибирским городам дальше. Ну, то есть вы такие вот современные передвижники. Не нужна вам постоянная экспозиция. Нам пыльных стен не нужно. Да, в общем, смех и радость мы приносим людям. В смысле, что-то как кочующая такая история. И Томази Капанадзе, вот грузинский фотограф, его фотографии это то, что увидит Красноярск. Соответственно, хочется понять, что увидит Новосибирск, что увидит Томск и по какому принципу вы демонстрируете те или иные фотографии тем или иным регионам. Ну, смотрите, выставка «Колоритная Грузия» будет представлена 20 фотоработами Томази Капанадзе. А в Томске и в Новосибирске будут представлены те же работы. То есть в сибирский регион будет именно в «Колорит Грузии». Да, будет вникать в «Колорит Грузии», совершенно верно. Далее у нас уже будет в середине ноября открытие другой фото-выставки. Также будем стартовать в Красноярске и далее по городам России поедем. Ну, тему фото-выставки озвучивать не буду ранее, пусть это останется секретом. Смотрите, ну а есть ли у кого-то, я имею в виду непрофессиональные фотографы Красноярска, предоставить свои работы для того, чтобы вы их экспонировали, не знаю, в той же Грузии, может быть, им интересно, поскольку грузинский «Колорит» им, в общем-то, знаком, они в этом живут. А вот про Красноярск ему что-то было бы интересно. Безусловно, да. Мы будем сотрудничать с разными фотографами, любителями фотографами, да, еще раз повторюсь. Будем представлять наши фотоработы, нашу сибирскую уникальную природу в той же Грузии. И, соответственно, конечно, грузины будут видеть сибирский «Колорит», что будет тоже им интересно. А как попасть в ваш проект? Вот я могу, ну, я в большей степени любитель, в меньшей степени фотограф, но тем не менее. Связаться с нами, показать свои работы, пообщаться. То есть это действительно возможно, если захотеть? Это очень возможно. Это именно суть самой галереи, именно знакомиться с людьми, которые не хотят выставлять, допустим, свои фотографии, да. И так вот в течение обстоятельств судьба сложилась таким образом, что мы встретились. Фотоработы оказались уникальными в своем роде, и мы их показали в другой стране, в другом регионе. Ну, я надеюсь, туда отклиться, тем более, что вот есть у Красноярска и не туристические маршруты, и вообще как-то вот в последнее время город все-таки меняется в лучшую сторону. Надеюсь, какие-то сюжеты лягут в основу какой-нибудь экспозиции. Почему выбрали именно эти 20 работ? Как я понимаю, многообразие огромное. Почему именно Грузию вообще, в принципе, выбрали, а не какой-то другой регион? Ну, Грузия была таким толчком, скажем так, уже к открытию. Много проекта, много путешествовала. Каждая страна уникальна по-своему. В Грузию влюбилась сразу с первого взгляда. В уникальность вообще Тбилиси со своим колоритом, с четырьмя архитектурами. Ну, Тбилиси такой город, там руку высони, форточку с телефона, сделай снимок и пожалуйста, и сразу на выставку. Просто у Алексея есть грузинские корни, ему особенно приятен этот разговор, как я понимаю, чувствую. Это потрясающий город, особенно в последнее время он просто великолепен. Я знаю, что 10 сентября можно будет прийти на благотворительный проект, приуроченный к вашей фотовыставке. Расскажите вот подробности по этому поводу. Совершенно верно. Мы не остаемся в стороне, помогаем деткам. И совместно с благотворительным фондом Добро24.ру будем проводить аукцион. Все средства от продажи фоторабот Томази Капанадзе пойдут на помощь больным детям. Оригиналы будете продавать? Оригиналы. Расскажите, как я понимаю, на выставку можно будет прийти не просто посмотреть фотографии, а будет какое-то описание, где это сделана фотография. Да, потому что, поскольку вы говорите, что это не туристические такие сокровенные маршруты, если нужны комментарии, по крайней мере, про проторенные дороги мы хоть что-то знаем. А вот здесь, допустим, у меня видится, это какой-то дворик там, я не знаю, Авлабар, возможно, какой-то вот такой район Белиси. Но соответствующее описание. Кто будет давать вот эти комментарии? Первоисточник или вот все-таки вот аннотация? Буду я давать эти комментарии, потому что я посетила сама все эти места, в том числе. Отбор проводился фотографий с Томази Капанадзе как раз по этим всем закоулочкам в Белиси, да, и Грузии. И, соответственно, я не от Томази Капанадзе только знаю, да, о фотоработах, представленных на выставке, но сама лично их посетила, и, соответственно, буду в том числе гидом-экскурсоводом по выставке. Есть что рассказать. Понимаю. Будут таблички, да, и с описанием указанной? Будут таблички с описанием, будет звуковое сопровождение. Угу. Хорошо, большое спасибо. Давайте вот в заключение просто еще раз напомним режим выставки, открытие-закрытие, и, соответственно, те точки, в которых можно будет пересечься вот с фотографиями Томази Капанадзе. Да, 12 августа в 13 часов мы открываемся в Садах мечты, а там локация у нас просуществует до 22 августа. 24 августа мы открываемся в Центральном парке до 9 сентября, и 10 сентября Дом кино до 24 сентября. Друзья, не откажите себе удовольствие приобщиться к этой истории. Дорогие руководители фотогалереи «Кругосветка» Татьяна Зыкова была у нас в гостях. Большое вам спасибо за этот разговор. Дорогие друзья, идем дальше. Лето, вот оно прекрасное время года, но комары, укусы комаров. Так, я красный, любил бы я тебя, как вспомнить здесь поэта, да, когда мне комары и мошки, и вот способы ликвидировать последствия укуса в нашей небольшой подборке.